Здравствуйте! Вот раньше в советское время на Центральном радио были обзоры газет. Обзор газеты «Правда», обзор газеты «Известия». Обзор подготовлен сотрудниками редакции такой-то, да? Вот я вот решил, может, немножко возродить надо, есть такие попытки. Я уже, помните вам, как это сказать-то, делал политинформацию по газете «Коммерсанты», да? Помните, было такое дело, да. А вот вообще моя самая часто читаемая мною газета – это газета «Метро» и газета «Москва вечерняя». Их бесплатно дают в метрополитене. Утром «Метро», вечером «Москва вечерняя». Честно говоря, газета «Метро» мне больше нравится. И очень сильно нравится мне то, что тут такой есть, как это сказать, колумнист, сейчас это называется, да? Вахтанг Джанашия. Вот такая вот, по-моему, это, так сказать, мегрельская фамилия. Вот такой вот колумнист. Ну, на разные темы он пишет. В основном о политике. Он, видимо, так сказать, политолог, если кто-то в этом роде. Вот. И вот сегодня у него была такая тема. Он писал о том, что вот у нас в стране очень слабо используются возможности туризма. Туризма, так сказать, ну, природу, природу любоваться, да? Сколько у нас есть красивых мест, да? Вот, ну, я сам могу подтвердить, очень красивое место, например, Красноярские столбы. И, ну, оно такое немножко уникальное, немножко экзотическое. А вот вообще я был потрясен, когда увидел в Девногорске вот эту гору, да? Это тоже там же, под Красноярском, там, где Красноярская электростанция, гидроэлектростанция. Долгое время она была самой мощной в мире. А вот чего стоит там, например, подъемник, который перевозит через эту вот плотину, перевозит, так сказать, сюда. Вот обычно это что, бывает шлюз? А это не шлюз, это такая большая корыта, ванна, в нее заходит корабль. И он потом, ну, закрывается, речное судно, ну, большое, он закрывается. И прямо с водой ее везет по рельсам, довез до верха, потом там поворачивается. И с другой стороны съезжает, спускается и выпускает ее в другой, значит, в другой водоем. Представляете, как здорово? Это было фантастически. Я видел, кстати говоря, это дело. Я еще был в те времена, когда террористов не боялись. И около, недалеко от электростанции ходил пенсионер. Говорил, хотите, я вас свожу на экскурсию? Ну, давайте, сводите на экскурсию, оплатишь ему деньги. Он ведет тебя прямо там в машинный зал, там все так было. Сейчас не знаю, сейчас, наверное, так не водит уже. Хотя, наверное, если запишется, почему-то не показать такую грандиозную электростанцию. Так вот, действительно, он приводит такую цифру. В США только на экотуризме, ну, вот это сейчас принято называть экология, экологическое мышление. То, что я использую пакет какого-то из нетканого материала, а не из пленки, это называется экологическое мышление. Да, вот я, значит, меньше мусора произвожу. А тут, значит, экотуризм. Так вот, в США на экотуризме зарабатывают 14 миллиардов долларов, а в России всего-навсего 12 миллионов. Вот такие вот суммы. Ну, понимаете, да? Это очень сильно, да? Сильное такое вот сравнение. В тысячу раз. Ну, вот как быть? Надо развивать экотуризм. И вот тут хороший очень пример для того, чтобы объяснить, почему нам нужны иностранные займы. Вот чтобы развивать экотуризм, нужна инфраструктура в тех местах. Я понимаю, что энтузиасты могут приехать с палатками, где-нибудь в лесу, значит, палатки поставить, накормить, всласть комаров, разжечь костёр, сжечь этот лес. Ну, хорошо, если сами не сгорят. Ну, в общем, всё как положено, да? Вот это называется такой вот дикарями, да? А вообще большая часть публики, которая деньги-то оставляет, да, которая вот 12 миллионов, это та, которая, ну, приезжает, поселится где-нибудь в гостинице, да? Что-то такое, какое-то приемлемое жильё найдёт. Вот это вот для развития туризма. Это очень важная вещь. И вот, когда едешь в такие города, а я люблю ездить по российским городам, мы с дочерью любим ездить по российским городам, так вот, ну, там есть гостиницы сейчас, да, сейчас в гостиницу поселиться можно. И вообще говоря, это связано с тем, что у нас меньше стало командированных. Вот в советское время поселиться в гостинице было практически невозможно. Нужно было как-то где-то, вот чтобы вот та организация, куда ты приезжаешь, либо у неё была своя ведомственная гостиница, либо у неё какая-то была бы вот такая вот сильная рука, сильная связь, значит, с какой-то гостиницей, да, вот. Потому что там же селились только люди вот не просто так. На вас заказан номер? Всё, не заказан, до свидания. Вообще не поселишься нигде такого. Ничего такого не было. Вот. И так это, в принципе говоря, в силу снижения оборота командировочных, ну, стало попросторнее. А так нужны новые гостиницы. Нужны новые, вот, так сказать, пункты обслуживания туристов. Ну, туристов ведь кроме того, чтобы ещё поесть надо. С едой тут, кстати, проще. Вот тут как-то вот по мере потребности возникают вот эти вот, так сказать, точки общепита, да, там есть у них свои сложности, ну, было бы место свободное. А так всё это они сделают. А вот с гостиницами тяжеловато. Тяжеловато с гостиницами, а для этого нужны деньги. И вот это хороший пример, вот, чтобы лишний раз сказать моим зрителям, у меня есть такие зрители, которые говорят всегда, когда я только завожу разговор про кредиты, потому что как плохо, что у нас сейчас сложно получить кредит, западный кредит в нашей стране. А ведь зачем нам кредиты, надо самим всё делать, всё строить, зачем тебе кредит, деньги, чё-то там. Вот люди не понимают. Вот представьте себе, вы где-нибудь у себя решили домик на участке шесть соток построить, да? Вот представьте себе, да? Вот, вот, ну, давайте пытаться обходиться без денег. То есть вы туда приезжаете, и где-то вы берёте стройматериал, не совсем понятно где, но вообще-то, говоря, про положенный за стройматериал платите, если вы его не воруете. Значит, платите. Либо с какого-то совсем откровенного хлама возводите. Но всё равно вы тратите своё время, вы работаете. По-хорошему можно нанять, значит, мастеров, которые вам это сделают. Ну, разного уровня качества могут сделать, ну, в зависимости, сколько заплатишь, да? Так и сделают. Вот. Деньги вроде как нужны получать всё-таки. Хотя можно теоретически обойтись. Так вот, как можно теоретически обойтись, если надо построить где-нибудь гостиницу на Байкале? Вот как? Вот как тут обойдёшься без капиталов? Ну, есть метод. Можно жителям сказать, ребята, вот вы должны будете два дня выходных в неделю отработать, значит, на строительстве. Всё, разговоры никаких не принимаются. Это никакие объяснения. Ну, может, не два дня в неделю, а два дня в месяц. Или ещё что-то такое вот отработать должны. Вот. Это очень тяжело. Это принудиловка. Сейчас это не срабатывает. А раньше срабатывало. Вот в одном городе там, значит, трамвай. Таким методом строили народные стройки. Я думаю, что это не в одном городе. Просто про этот город я знаю. Это вот сороковые годы, уже послевоенные годы. Решено построить трамвай. Значит, люди выходят из домов на работу, таскают шпалы, таскают рельсы, всё это вот расставляют. Вся работа делалась за бесплатно, за даром. Вот. Теперь, правда, на этом трамвае за 50 рублей приходится ездить. А тогда это за даром было. Вот. А сейчас вот ездить за деньги надо. Нашёлся хозяин уже сразу. Вот. Ну, это ладно. Это так. Это, как бы сказать, в сторону. В сторону, как говорится, такой вот фраза. Вот. Ну, понимаете, какая штука? То есть, деньги нужны для вот этого развития экотуризма, например. То есть, есть куда их приложить. Но нужны они. Нужны. Где взять? Ну, вот на Западе там кредит дешёвый. Вполне понятным причинам. Это законы, скажем так, валютной системы. У нас, на нашем рынке просто невозможно давать кому-то дешёвый кредит. То есть, банки не могут генерировать дешёвых денег. Если они сгенерируют дешёвые деньги, эти деньги тут же попадут, скажем так, на фондовый рынок или на финансовый рынок, будут заниматься спекуляциями с этими дешёвыми деньгами. То есть, это должно быть ниже, чем даёт спекуляция. Из-за рубежа к нам какой капитал приходит? Он постоянно приходит. Спекулятивный капитал. То есть, уложить на биржи в расчёте на быстрый рост. Быстрый рост сделали, сняли, продали, зафиксировали прибыль. Всё. Это сугубо такая вот игра биржевая. Не более того. То есть, вот эта вот отмена финансовых санкций, применительная к нашей экономике, она, в общем, жизненно необходима нам. Вот, даже вот для того, чтобы вот это вот ликвидировать. Да, кстати, ещё, я что-то объявил, что это как у меня обзор прессы, да, обзор прессы. Прессе пишут про ближайшую премьеру, кинопремьера, кого там этих самых, Мстителей, Мстителей. Говорят, это последняя серия будет, была предпоследняя, они решили последнюю сделать в двух сериях. Вот эта вот, предпоследняя была первая половина. Тут половина их рассыпалась. Тут вот для всех, кто не помнит, вот эти вот камни, кого там, Вечность, что ли? Чего там камни-то? О, чего такого камня? Всевластие, по-моему. Всевластие. И вот есть список тех, кто превратился в пыль уже. Список тех, кто уже умер. Список тех, кто ещё вообще не был. Прошлой серии. Вот, их 6 человек. И список тех, кто чудом остался жив. Кстати, знаете, вот кто сейчас в мире самый популярный уроженец города Сталинграда? Наташа Романов. Да, Вафе. Вообще, положено Наташа Романов, но она так, как Романов. Это чёрная вдова. Она уроженец города Сталинграда, чтобы вы знали. Это вот такой вот герой, он, значит, согласно такой вот официальной версии, комиксовой, да, комиксовой, он родился, этот герой, то есть она в Сталинграде где-то чуть ли не во время войны или перед войной. Ну, вот такой вот он персонаж интересный. Ну, время легко смещается-то, но она вот жительница Сталинграда. Наташа Романова. Ну, Наташа Романова. Вот, вот такой вот человек у нас есть, да. И ещё интересно, вот вечером газета эта «Москва вечерняя», тоже посвящена этому событию. Журналистов «Москва вечерняя» пригласили поучаствовать в ВИП-просмотре, как они сказали, в ВИП-просмотре на кинофестивале ММКФ. Там, значит, создатели этого фильма представили вот этот вот свой замечательный фильм про «Мстителей» последней серии. Вообще, там обычно на всех этих фестивалях, ну, на большинстве, бывает какой-то такой вот фильм, который сейчас выйдет в коммерческий прокат. Он, в принципе говоря, таким резким диссонансом со всеми прочими фильмами. Прочие фильмы, действительно, произведения высокого искусства. А это он клёво сделанный фильм, но это такая потребительская вещь. И вот всегда там бывает, и так вот, просто напоминают публике, что уж уж, пожалуйста, вы, господа журналисты, это же для журналюк, на самом деле, а не какой-то не ВИП-вере импотент. Ну, им хочется, потому что они ВИПы. Вот, ну, пусть думают. Вот, и вот, значит, вот такой вот просмотр устраивается. Вот, ну, непонятно, для чего прессе, раз прессе не вилят, просят не рассказывать, что же там происходит. Вот. Помню, пожалуй, единственный раз мне понравился у них фильм, знаете, какой на этом просмотре? Этот самый «Охотники за привидениями». Вот эти вот, там, где женщины были охотницами за привидениями. Ну, мне понравился тот фильм почему-то, а публике не понравился. Знаете, сексисты, сексисты публика-то у нас. Вот. Ну, так вот они кинули сразу в газеты, рассказывают, что там будет, чем кончится. Они вообще, у них, как мама мне говорила, у них вода не держится. Вода не держится, это крайняя степень, так сказать, поноса уже, вот, когда вода не держится. Вот. Так моя мать покойная говорила про таких людей, вода не держится. Вот. Вот у них вода не держится, они там всё уже рассказали, так что вы эту газету не читайте. Ну, всё, не всё. Ну, блин, а вы уж интернетом не пользуетесь, а вы там в интернете всё уже рассказали. Ой, наши. Кошмар. Вот показать таким людям, они уже всё пошли, рассказали. Ну, не держится вода. Они же хотят показать, что они такие важные, раз они это видели. Випы, 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 да, вот такие вот они, Випы. Ну ладно, похоже, я всё, что хотел вам рассказал, самое главное, это вот про те вот инвестиции, подтверждение своих инвестиций. Да, ну и вот про Вахтанга, Джанашию, да, я вот так про себя называю Большой Менгрел, фамилия вроде Менгрельская, а так Сталин, когда последний год своей жизни, он там на Кавказе вёл, значит, репрессии против Менгрелов, что-то там у неё были, и он говорил всем, ищите Большого Менгрела, и наши историки или сплетники современные от истории, они думают, что этот Большой Менгрел был никто иной, как Лаврентий Павлович Берия, вот, ну и поэтому мне Джанаша, кажется, немножко похожа на Берия. Для меня Берия положительный персонаж, он атомную бомбу сделал, он покровительствовал науки, он защитил квантовую механику от нападок. Ну вот, спасибо вам большое, ой, самое главное забыл сказать, я ведь почему бесплатные газеты читаю, вы знаете, да? Потому что на платные денег не хватает, а это сказывается, естественно, на качестве той информации, что я вам поставляю. Внизу у меня есть номер моей Сбербанковской карточки, он кончается цифрами, 32-43, да, 32-43, иногда я оговариваюсь, когда эти цифры произношу, но это 32-43, PayPal, Яндекс.Деньги, Киевый кошелёк и номер Сбербанковского счёта там есть со всеми реквизитами, и в последнее время мне совсем слабо перестали, я уже думаю, сейчас соберу все свои видео, разложу их там в интернете, ну, чтобы они включались одно время, и попрощаюсь с вами, вот такое даже желание появляется, вот такие вот вещи, ну, думаю, может они опомнятся, будут деньги-то присылать? Не-е-е, а ну, на халяву можно смотреть. Пока!